Это один из самых замечательных рецептов, который вы можете использовать для отбеливания кожи, подмышек, локтей и всех участков тела, которые необходимо отбелить. Лица, шеи, если есть пигментные пятна. Крем получается густой, ароматный, с нежнейшей консистенцией. Используйте белый рис, в нем высокое содержание крахмала. Рис помогает отбелить, смягчить кожу и стимулировать выработку коллагена. Рис нужно ферментировать. Для этого возьмите стеклянную банку или бутылку с широким горлышком. Емкость должна быть герметичной. Добавьте 2 столовые ложки риса в банку. Налейте стакан чистой воды и закройте емкость крышкой. Оставьте на 24 часа. За это время цвет воды изменится. Чем дольше рис постоит, тем лучше будет результат. Прошли сутки. Посмотрите, какого цвета стала вода. Возьмите любое крем-мыло для лица. Я использую детское мыло Johnson's с молоком. Оно не содержит парабены, сульфаты и фталаты. Натираю мыло на самую мелкую терку. Понадобится примерно 3 столовые ложки натертого мыла. Мыло очень легко трется, как по маслу. Можно заменить любым другим крем-мылом. Еще хорошо подходит мыло DAF. Рисовую воду нужно процедить. Добавляю к рисовой воде 3 столовые ложки мыла. Хорошо перемешиваю до полного растворения. Для того, чтобы мыло быстрее растворилось, нагрейте слегка смесь на газовой плите. А теперь пришло время добавить самый главный отбеливающий ингредиент, который кроме осветления поможет избавиться от широких пор, он поможет удалить остатки и следы пигментации. Это рисовый крахмал. Если нет рисового крахмала, используйте кукурузный или картофельный. С каждым разом хорошо растворяйте все ингредиенты. Пока ингредиенты растворяются, добавляю то, что увлажнит и позаботится о коже, оживит, реанимирует увядающую сухую кожу, придаст сияние. Это чайная ложка сухого молока или еще можно использовать смесь для детского питания. Для того, чтобы не было комочков, протрите смесь через сито. Вот такая густая смесь получается на данном этапе. Если кожа сухая, сок лимона не используйте. Если нормальная или жирная, добавьте сок с половиной лимона или апельсина к крему. После того, когда все ингредиенты смешаны, переливаю крем в кастрюлю и все время помешиваю лопаткой или деревянной ложкой, чтобы крем не пригорал к стенкам кастрюли. Довожу крем до кипения, все время помешивая, как бы заваривая его. Как только закипит, сразу же выключаю огонь и даю крему остыть. Найдите подходящую емкость и перелейте крем, пока он еще теплый. Прошло минут 20. Крем остыл, застыл. Идеальный отбеливающий крем готов. Его можно использовать не только для отбеливания кожи, но и для чувствительных участков. Посмотрите, какая текстура. Крем густой. Наносите на всю кожу, лица и шеи, локти, колени, подмышки. Он подходит для всех участков тела. Крем густой, очень нежная текстура. Посмотрите, он не выливается из баночки. Храню крем в холодильнике. Обязательно накрывайте его крышкой. Он хранится долго. Обычно быстрее заканчивается, чем портится. Нанесите крем, помассируйте. Оставьте на 10 минут. Затем смойте водой. Пользуйтесь 2-3 раза в неделю и получите отличный результат. Продолжение следует...